Собственно, до закрытия избирательных участков в Казахстане остается меньше полутора часов. Члены комиссии говорят, что на некоторых из них сейчас очень много желающих сделать свой выбор. О том, какая же обстановка складывается в последние часы голосования, а именно на участке в Национальной академической библиотеке, расскажет наш корреспондент Марина Шаповалова. Она сейчас на прямой связи с нашей студией. Марина, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, спасибо, Лаура. К этому часу здесь проголосовали 2505 человек. В списке зарегистрированных 2555. Есть те, кто исполнил свой конституционный долг дома. Это ветераны, инвалиды и женщины с новорожденными детьми. Всего 11 человек. По словам членов избирательной комиссии, активными сегодня были все. Это и пенсионеры, и молодежь, и люди среднего возраста. Несмотря на то, что до закрытия избирательных участков остается полтора часа, можно сказать, что голосование идет полным ходом. Но подробнее о том, как проходит голосование на избирательном участке 89, узнаем у председателя участковой избирательной комиссии Кайркен Нуралиновый. Прокомментируйте, пожалуйста, какая ситуация на сегодняшний день на избирательном участке. На нашем избирательном участке номер 89 района из города Астаны наблюдается большая активность наших избирателей. Это и люди старшего поколения, это и молодежь, это и средний возраст. Это просто удивительно, что столько людей сегодня с самого утра, с момента открытия избирательного участка, 7 часов, столько людей идут и идут и до сих пор. И на сегодняшний момент я могу сказать, что на нашем избирательном участке проголосовало более 99% избирателей. Но я напоминаю, если вы еще не успели сделать выбор и прийти на избирательный участок, у вас еще есть полтора часа. Мы будем продолжать следить за ходом голосования. Лаура? Спасибо. Марина Шаповала была на связи с нашей студией.